День добрых дел Денис – второй сын в семье. Родители думали, что когда он появится на свет, то их жизнь станет еще счастливей. Однако судьба распорядилась иначе. Дениска родился с синдромом Дауна. Когда врачи увидели младенца, то перестали улыбаться и нахмурили брови. «Вам надо теперь подумать», – смущенно сказали они маме. Только через несколько дней она поняла, что ей намекнули на отказ от сына. Об отказе не могло быть и речи. «Воспитаем», – твердо решила мама. Конечно, первые дни в роддоме дались ей нелегко. Все звонят, поздравляют, вспоминает она, а я рыдаю в трубку. Дома рядом с мужем и старшим сыном стало полегче. И все же тревожные мысли то и дело лезли в голову. Денис не сможет ходить в детский сад. Ради него придется отказаться от работы. Правильные слова маме сказала ее подруга. «Не беги на сто лет вперед. Все хорошо». Вскоре мама Дениса познакомилась с педагогами Центра поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогу и добра». Они стали учить ее понимать сынишку, строить планы с учетом его особенностей и возможностей. Кстати, сейчас мама нашего героя работает педагогом дистанционного образования детей с инвалидностью. И она счастлива. Денису уже шесть лет. И как мы жили без него раньше, удивляются родители. Каждое утро начинается с его улыбки. Заправить кровать, накрыть на стол – все это мальчуган не пропускает. Он старается всегда быть при деле, помогать. Хотя и не говорит. Денис общается с окружающими с помощью мимики и жестов. Центру «Дорогу и добра» без нашей помощи не обойтись. Чтобы он продолжал работу, в год нужно три миллиона рублей. Давайте вместе соберем десятую часть необходимой суммы – 300 тысяч. И тогда особые ребята смогут расти и развиваться наравне со сверстниками, ходить в детский сад и школу, радовать родителей и педагогов своими маленькими, но очень важными успехами. На номер 3443 отправьте СМС с текстом. Слово «ребята», пробел и сумма пожертвования цифрами. Например, «ребята» – 100. И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном СМС. 3443. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему. Продолжение следует...